все ок спасибо ты наш все ребят всем привет еще раз здесь я провожу эфир первый раз поэтому если что ориентируйте меня где что кто смотрит на ю тубе для тех все привычно все понятно я сейчас переключаюсь на чат ю туба я там тоже буду видеть видеть сообщение поэтому ребят если что пишите и я хочу сказать что эта тема я тот о ком мечтаю она появилась не просто так она появилась из предыдущего эфира который вы тоже можете посмотреть на но на ю тубе точно точно думаю что да ну все все эфиры точно так же в телеграм в телеграмм либо на моем канале лаврова светлана там все эфиры сохранены и я проводила эфир в школе автономия тоже в телеграме потому что это единственное где сейчас не заблокировали меня здесь и в к и в телеграме поэтому ребят если кто присоединяйтесь ко всем мы нас на многих соц сетях разбросаны не потому что вот мы такие вот бизнес гуру а потому что вот такая вот ситуация у нас да что приходится везде везде быть чтобы не потеряться потому что сегодня такая ситуация завтра такая ситуация и бывает что теряемся вот давайте начнем с этой темы я то таком мечта очень часто запись запись наверно будет но по крайней мере в ю тубе сейчас идет трансляция и она будет записана а здесь я так полагаю что наверно автоматически записывается наверно ребят пока не могу сказать это вот первый раз и будем смотреть если что в ю тубе смотрите она точно будет и скорее всего сюда и потом тоже выложит если мало ли что наверно так смотрите мы очень часто до семи лет мы смотрим на себя давайте чтобы читать чтобы мне не было бликов от того что у меня идет трансляции когда не задавали мне плохое зрение или нет нет у меня зрение неплохое просто когда идут блики с камеры компьютерные очки очень помогают они просто не дают этих бликов мне проще читать до семи лет мы смотрим на этот мир на себя через база своих родителей то есть что такое через глаза своих родителей это когда например мы сделали какое-то действие и наш близкий мама папа бабушка неважно кто например отреагировали на какое-то действие улыбкой смехом какой-то эмоции и мы понимаем что для нас это хорошо и когда мы понимаем что для нас это хорошо у нас идет утрамбовка через наше физическое тело что так нужно так можно делать то есть еще раз ребят я все таки придерживаюсь того что эту плотность мы познаем через свое физическое тело наше физическое тело нам здесь дано не просто так через него мы выходим в другие в иные миры про это мы будем говорить потом не сейчас но чтобы было понимание что как происходит это все то есть мы отслеживаем какую-то реакцию где нас например там папа веселит и мы начинаем смеяться там и наше тело так ох вот на это вот веселье на это на на эту реакцию на это мы даем улыбку потом мама на что-то начинает там журить например да как более ответственный человек в семье всегда мы думаем что вот так вот нужно реагировать вот так вот наше тело начинает реагировать вот так вот и мы начинаем собираться не через себя а через наших через паттернное поведение своей семьи через мам через пап через бабушек кто как на реагирует на те либо иные действия которые выдаем мы мы выдаем действие идет реакция нашей семьи как паттернное поведение и мы закрепляем телом результат как 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 каковы мне мы должны быть в этом мире чтобы нам было комфортно не через себя никто я есть а как я себя вижу через любого другого любой другой в первое время до семи лет это идет наше наше близкое окружение мама папа там бабушки родственники какие-то неважно кто и после того как происходит вот это вот принятие себя до семи лет кем я есть не я есть а именно реакция то есть до семи лет идет утрамбовка реакции кто я есть никто я в действительности а кто я есть через реакцию окружающего мира и через эту реакцию окружающего мира я начинаю быть максимально комфортным для себя в этом социуме никто я есть а кто я есть комфортный чтобы мне было комфортно существовать в этом мире потому что кто я есть для меня некомфортно существует например чтобы было понятно например я что-то сделала там не знаю там сложила кубики сложила кубики и папа такой о какая ты молодец какая ты клёвая классная и я увагу и captain и москв uz invasion кот и я заулыбалась и за flu but не за того что меня папа сказал что я клёвый за то что я сложила among я заулыбалась из-за того кубики а я заулыбалась из-за того то есть я над на этом этапе я не осознаю что я молодец из-за того что сложила кубики я осознаю что что я сделал какое-то действие не понимая кю Billie и папа начинает бросать меня на руках там что-то говорит что я такая клёва и я начинаю смеяться И для меня паттерн поведения, что когда папа радуется, я улыбаюсь. Папа для меня играет определенную роль в этом мире. Не обязательно папа. Мужскую сторону, то есть я делаю какое-то действие. Мужская сторона говорит, что о, клево, и начинает мне делать какие-то вещи, которые приятны для меня, и я начинаю улыбаться. Зафиксировался паттерн? В дальнейшем этот паттерн может развернуться во что? Хоть во что, ребят? Он может развернуться в то, что если того мужчину, которого я выбрала, выбрала по определенным причинам, это уже другая история. То есть здесь можно говорить долгое время. Я выбрала определенного мужчину, и чтобы получить свою реакцию, не его реакцию, что он вот так вот радуется мне, а свою реакцию, от которой я кайфую, я должна произвести ряд действий, чтобы он выдал ту реакцию, от которой я буду кайфовать от самой себя. Не важно что. Он может, например, ему будет комфортно избить меня, и после этого он скажет, какая ты клевая. Я получу от какая-то клевая паттерн детства, какая я клевая сейчас, и начну улыбаться и смеяться. А промежуточный результат в нашем мозгу не остается. Так он устроен. И пока он меня бьет, я всегда, мой мозг всегда будет это уходить на долговременную память, которая будет всегда там под каким-то присмотром, долговременная память, да? И я всегда буду думать, что я сейчас получу свой бонус, от которого я кайфану. Понимаете, как это устроено? Промежуточный результат для нашего мозга ничего не значит. Вернее, он значит только тогда, когда мы начинаем скрывать пласты и вытаскивать их, и когда мы рыдаем горючими слезами, потому что мы только после вот этого вот вот вскрытия долговременной памяти мы только можем распаковать себя, почему мы так себя вели, почему мы получали это удовольствие, которое мы могли бы получить от другого, но мы получаем оттуда, потому что вот там вот есть паттерн поведения. И когда мы, например, говорим, вот я хочу быть вот таким вот, но по факту я вот такой, то есть я, например, я себя чувствую вот такой вот озорной, девчонка, вот я вот такая вот вся, а мне, например, мои близкие, мои коллеги, мои друзья, мои родственники говорят, что ты все время сидишь дома, какие-то сериалы смотришь, ты что, блин? А я сижу вот так вот и думаю, блин, а я внутри, я когда смотрю, вспомните, когда вы смотрите какой-то фильм, когда вы смотрите какой-то сериал, вы же себя неосознанно интерпретируете с главным героем. Не важно, кто это, это какой-то гонщик крутой, это какая-то девочка вот прям вот такая вот, за которой все ухаживают, это еще кто-либо. Вы всегда интерпретируете себя с главным героем. И когда вы с ним интерпретируете, вы же не просто так выбирали этот фильм. Вы не просто так выбрали этот фильм, вы не просто так пришли к тому, чтобы это посмотреть. Потому что внутри вас уже вот этот распаковаться, и вы распаковываетесь через фильм, потому что вы через внешнее распаковаться боитесь. И вы хотя бы через фильм, через сериал, через что-либо еще воспринимаете себя, распаковываете себя, как бы проживая то, что вы в реальной жизни прожить не можете. Почему очень многие подсаживаются на фильм? Почему наши мамы, бабушки подсаживаются на сериалы? Потому что они этого не прожили. Не прожили того, кто есть внутри их самих. И когда мы говорим, что вот мне нравятся вот такие вот боевики, так ты не можешь по определенной жизни. Потому что тебе это сказали, что это не ты, что ты вот такой вот, ты какой-то там задрот. А по факту ты вот. И по факту ты действительно тот, кто есть в тебе. Никто тебе сказал. Тебе сказали, кто ты есть, основываясь на том, что ты транслируешься в этот мир. А ты транслируешь в этот мир того, кем тебе удобно быть и удобно существовать на фоне того, какая была твоя семья. Потому как, если бы ты был тем, кто ты есть, твоей семье было бы неудобно. У меня есть два сына, которые воспитывались в одной и той же семье. И они абсолютно разные. Если за старшего я не переживаю, потому что вот он, он вот такой вот, он умный, он вот, у него вот просто вот так за 15 минут решаются все задания, он все знает, он все, он моментально все. Я до пятого класса не знала, что он вообще что-то проходит и нужно ли купить ему тетрадки. Он все покупал сам, он откладывал какие-то деньги, он все это делал сам. А младшие, отрави и выбрось, воспитывались одинаково. У одних и тех же родителей. Но они абсолютно разные. И они абсолютно разные только лишь потому, что разрешили им быть внутри такими, какие они есть. Не такими, какими бы нам было удобно. Второго могли бы тоже сломать, потому что удобно быть такими, как первый. это просто очень удобно. Но он другой. И мы все с вами другие. Почему нас очень часто сравнивают, а вот у кого-то там, у какого-то соседа, посмотри вот какой сын, какая дочь, где вот они учатся, какие они молодцы. Или посмотри на своего старшего брата, посмотри на своего младшего брата, сестру, там еще кого-то. Вот какие вот они. Все время дают какой-то пример. А примера не существует, его не бывает. Потому что пример только ты, тот, кто есть ты. И когда ты, либо кто-то, кто ведет тебя к самому себе, понимает, кто ты, то только после этого, после вытаскивания тебя из себя, ты можешь понимать, как тебе быть в этом мире, в этой плотности, которую ты еще не научился менять. Потому что плотность мы можем менять. Ребят, либо в ютубе нет вопросов, либо у меня не пролистываются. Можете задавать вопросы, я отвечу на эти вопросы, чтобы было вам максимально понятно, про что я имею в виду. Потому как мы, когда пытаемся найти какого-то за кем идти, кто нам нравится, кому соответствовать. Если вы просмотрите себя безоценночно, то вы увидите как минимум 80% сходства с самим собой. И 20% это то, что вам нужно будет просто подкорректировать в себе. Не важно. Я не имею в виду, что подкорректировать это, сходить к пластическому хирургу, там еще что-то. Нет, не про это. А подкорректировать именно в том контексте, что вы можете сделать естественным путем. Естественным путем, это питанием, спортом, какими-то разъяснениями, размышлениями. Алина говорит, привет, Алиночка. Все, спасибо. Вижу, что комментарии доходят. И я вас люблю, ребят. Огромное спасибо. Да, если есть вопросы, пишите. Это как раз говорит о том, что вы можете подкорректировать это естественным путем. Естественным путем. И мне тут задали вопрос, а что такое естественным путем? А если я хочу отрастить зубы, а у меня не получается? Получится. Если ты придешь к себе. Если не получилось, значит, тебе для чего зубы? Кто ты есть, чтобы отрастить зубы? Кто ты есть для себя? Для чего тебе новые зубы? Для чего тебе новые? Какая-то функция, деталь, орган самого себя, если ты не знаешь, кто ты есть на данном этапе себя? Когда ты узнаешь, кто ты есть, тогда у тебя будет то, для чего ты есть, для чего тебе это нужно. И все. это будет либо искусственным путем, либо натуральным. Это всегда будет тогда, когда это будет нужно только для самого себя, для тебя. все понятно. Можно ли отвязать сознание от этих программ и оценок? смотрите, смотрите, ребят, программ и оценок. Очень многие любят говорить, что вот это вот все матрица, вот нам нужно выйти из матрицы, выйти, вырасти, выбросить, убежать, вообще. матрица. Что такое матрица? Чтобы выйти из матрицы, нужно познать код. Код матрицы – это плотность твоего тела. Плотность твоего тела – это и есть матрица. Матрица того, где ты сейчас есть, чем ты сейчас являешься. Чтобы выйти из матрицы, ты должен осознать себя через плотность самого себя. Плотность самого себя – это твое физическое тело. Как только ты осознаешь себя через плотность своего физического тела, то ты выходишь из любой другой игры, какой бы она ни была, и возвращаешься в свое тело. которое тебе дано в этой матрице, в этой плотности, давайте так скажем. И когда ты возвращаешься в плотность самого себя, то ты начинаешь жить самого себя. И любая иная игра – это просто… ты становишься наблюдателем любой иной игры. Она тебя не касается, она не вызывает каких-то эмоций, ты в нее не вовлекаешься. Но ты очень четко понимаешь, что ты есть максимальная радость, максимальная благость, проживание себя через свою плотность. Максимальный акцент только на себе. Все остальное ты можешь просто отслеживать, не вовлекаясь. И это абсолютно другие процессы. И мы, возможно, об этом еще поговорим. Что делать, если сильно истощаюсь на чистых днях? Мой стартовый вес – 43 килограмма. А кушать тоже не могу. Состояние духа ужасное. Раньше так сильно не было с духом. Много практик. Алина, приезжайте на ретрит, и там вас распакуем по полной. Ребят, еще такой вопрос, вернее, такой ответ. Когда мне говорят, вот вы говорите, приезжайте на ретрит. Это вот сбор денег. Интерпретируйте это как хотите. Вы можете принести деньги. Вы же несете деньги врачам, и для вас это норма. Вы несете деньги в аптеке, для вас это норма. Вы несете деньги в продуктовые магазины, и для вас это сверх нормы. Но вы почему-то не можете принести деньги самому себе. Ни мне, ни кому-то еще. Самому себе. Самому себе, что это значит? Это для развития. для раскрытия для распаковки самого себя готовы вы распаковаться идете на распаковку не готовы живете так как живете и можете обвинять во в чем во всем что угодно хоть кого только вы не продвинетесь идите дальше не бойтесь ничего не не может быть прерывания денежного потока не может быть если вы есть поток если вы не поток то всегда прервется станьте этим потоком неважно сколько что стоит нет фиксированной стоимости на что-либо есть фиксированный лимит самого себя есть у вас лимит себя значит таким он и будет нету лимита себя вы идете на распаковку себя есть лимит себя преодолевайте это но не бывает что не закончится деньги закончится деньги могут только у вас по какой причине него закончилась по причине кончины вас у вас опять про проявилось то что вы конечны в чем вы конечны почему вы конечны для чего вы конечны для чего вы себя ограничиваете почему у вас идет этот стопак почему вы все время идете до какого-то уровня а потом возвращаетесь на программу смерти на программу смерти вашего физического тела, чтобы опять пройти эту реакорнацию которая вас приведет в ту же точку, до которой вы дошли почему вы этого хотите почему вы боитесь идти дальше не бывает, что закончились деньги, не бывает в этой плотности это тот фактор который придумали мы для определенного фильтра нет такого что я сейчас все выкину и с чем я останусь, не бывает ребят, не было ни одного момента, чтобы приехали люди на распаковку и сказали я вот как бы распаковался но деньги у меня закончились не бывает такого когда ты распаковываешься у тебя распаковывается абсолютно все но не было за сколько там лет сколько я веду эфир ретриты, марафон чтобы сказали чтобы сказали вот я вот это вот заплатила сейчас я буду доедать последний без соли если ты распаковался ты идешь дальше для тебя это становится вчера для тебя вот этот уровень финансовый становится вчерашним потому что сегодняшний уже вот этот по-другому быть не может никогда не было по-другому и быть не может если ты идешь вперед на распаковку себя ты идешь вперед финансовый критерий это всего лишь поддержка определенного алгоритма этой плотности по которому ты идешь не бывает по-другому не бойтесь себя преодолевайте страхи которых нет ты виделась тимошенко нет я имела ввиду я имела ввиду восприятие себя через оценки значимых взрослых если все реакции заложены в детстве правильно ли я поняла вас что ты по сути продукт сформирован сформирована из этих оценок в том оценок в том в чем опора где я в детстве это всегда оценка кого-либо да это всегда не про тебя до 7 лет ты себя оцениваешь так мы устроим до 7 лет ты себя оцениваешь через кого-либо а до 12 ты можешь найти себя если ближайшее окружение тебе в этом поможет если не поможет то тогда уже оцениваешь себя в достаточно взрослом зрелом возрасте но там очень много заскорузлых вот этих вот паттернных поведений которые просто молотком разхерачиваем да можно и так можно и так ребят если нет вопросов то я буду завершать посмотрю как завершается эфир я вас благодарю что были со мной благодарю за вопросы и если все нормально сохранится то ребят будем пока проводить не знаю сколько это будет времени продлиться в таком формате пишите свои вопросы пишите свои отзывы пишите комментарии и я конечно же по вашему